Да-да-да, раз-два-три. Мотор, камера. Задачей этой выставки было скорее не похвалиться тем, что мы сделали, а попробовать найти какие-то формы существования журнала, в том числе в галерейном пространстве, и самое главное, в дополненной или виртуальной реальности. Выставка наша сделана к пятилетию журнала. Это первый эксперимент редакции по перемещению журнала в выставочное пространство. Эту выставку прежде всего должна увидеть вся Украина, и хотелось бы, чтобы она путешествовала по стране, чтобы была возможность у людей увидеть ее и в других городах. Идея создания этого проекта появилась в начале весны. Я очень рада, что выбрали именно галерею «Лавра». Работала большая команда, мы привлекали много специалистов, которые нам помогали. За очень маленькие сжатые сроки мы сделали полностью всю реконструкцию всей этой истории, построили, по сути, новое пространство, которое скоро все увидят. Наша творчая студия, бюро, мы работали над видео про пять лет журналу в Украине. Для меня особисто, когда я смотрел материалы, связанные с ВОГом, все фотографии и текстовые материалы, я, на самом деле, первый понимал, какой масштаб украинский ВОГ имеет сейчас и сколько было много работы. Есть ярко выраженный характер, который отличает украинский ВОГ от других ВОГов. Вы несете в мир какую-то определенную свою философию, некий лайфстайл, то есть это не просто печатная продукция, вы несете определенный смысл. Но я скажу так, я начал купить журналы ВОГ. Я никогда не купил журналы, это другая часопись, которую я вообще купил. Для этой выставки мы сделали три проекта. Первый – это видео 360, побывать в офисе редактора. А второе видео – это такая 3D-анимация, которая создала модели Юлия Беляева, сканировав Кейт Андервуд. И еще один проект с дополненной реальностью при наведении на объекты, на фотографии, люди смогут увидеть больше бэкстейдж. То, что не присутствует здесь физически, можно увидеть в дополненной реальности на своих смартфонах. Видеорум, который нам делала компания Front Picture – это такое погружение, опыт погружения в бэкстейдж. То есть получается, таким образом мы переживаем ощущения от съемки не глазами, а даже на уровне восприятия кожи и звука. Вторая инсталляция, которую мы условно для себя называем цифровой лес или лес обложек – это 8 вертикальных плазм, на которых показываются в ротации лучшие 32 обложки ВОК за 5 лет истории. Украинский ВОК – это крайне молодое издание, которое живет в очень молодой стране. И вот эта молодость и дерзость, вот эта нацеленность на молодые таланты, не только украинские, а вообще общемировые, она как раз и является нашей какой-то выигрышной точкой во всем мире. В моем случае была съемка «Скейт Андервуд». Она меня вдохновила на создание скульптуры и виртуальной реальности. Слушай, ну на самом деле все, что мы делаем, мы реально делаем для того, чтобы обучить следующее поколение, чтобы показать, что значит делать хорошо – проекты, фотосъемки, вообще все, что мы делаем. Получилось реально европейского образца галереи, даже сказала, наверное, американского, Нью-Йорк. И я слышала эту фразу сегодня Тарсена Савадова. Наша выставка до 22 октября, мы всех ждем, будем рады видеть и ждем ваши отклики и комментарии. Нам важно знать, что вы думаете. И я желаю вам много хорошего счастья, счастья, хорошего кожу. Я надеюсь, что вы всегда живете и живете. И, да, kisses.